МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Утренний эфир на телеканалах Беларусь-1 и Беларусь-24 продолжает программа Зона Икс. Я Александр Смирнов. Здравствуйте. Игромания взяла верх над здравым смыслом. Заместитель заведующего секции одного столичного магазина попал по-крупному. По данным милиции, мужчина запустил руку в кассу, а деньги проиграл в казино. Сумма ущерба более 21 тысячи рублей. За присвоение возбуждено уголовное дело. Установлено, что 26-летний фигурант в течение двух дней забирал из кассы, вырученные в результате продажи товаров, денежные средства, переводил их на свою банковскую карту и сделал ставки в онлайн-казино. Задержанный ранее к уголовной ответственности не привлекался. Продолжит выпуск обзор криминальных и чрезвычайных происшествий. Его подготовила Виктория Радевич. Отправился за лучшей жизнью с фальшивыми документами. Белорусские пограничники в пункте пропуска Каменный Лог задержали нарушителя во время оформления автобуса Минск-Вильнюс. Как рассказали в Госпогранкомитете, предъявленный иностранцам французский паспорт вызвал у контролеров сомнения. При проведении специальной проверки догадки подтвердились, документ был полностью под делом. А если точнее, гражданин Ганны купил его, чтобы попасть в страны ЕС. Задержанного доставили в изолятор. За попытку пересечь границу незаконно ему грозит крупный штраф и депортация. В ГПК добавили, что за использование поддельных документов также предусмотрена уголовная ответственность до двух лет ограничения свободы. Мы доверились вроде бы крупной компании. Уголовное дело по факту крупного мошенничества возбуждено в отношении директора столичной фирмы. Все дело в том, что задержанная, по версии милиции, полгода обманывала клиентов. Потерпевшими признаны два десятка человек, которые так и не получили обещанные стройматериалы. И это только то, что сейчас известно правоохранителям. По предварительным подсчетам, в общей сумме фигурантка нечестно заполучила более 160 тысяч рублей. Было от них такое заманчивое предложение. Для вас будет фиксированная цена, то есть весной будут блоки дороже, поэтому лучше оплатить сейчас. 43-летняя Менчанка на нескольких сайтах разместила рекламу о продаже газосиликатных блоков. Заключая с клиентами договоры на поставку стройматериала, руководитель брала предоплату в размере 100%, однако не переводила заявки заводу-производителя. Они все тянули и тянули, не привозили, погода уже стала хорошая. Директор их тогда пошла на больничные, вот, и это все тянуло. А потом в один прекрасный день, сразу же резко после этого, сказали, мы ликвидируемся, и менеджер сказал, что его уволили. И по сегодняшний день блоков как бы нет. Женщина сообщала клиентам о проблемах с изготовлением продукции, а полученные от них деньги тратила на погашение задолженности по кредитам и выводила с расчетного счета наличными. Оперативники наркоконтроля надели наручники на двоих закладчиков под Минском. Задержанными оказались двое жителей столицы 36 и 39 лет. За распространение наркотиков им грозит до 15 лет заключения. Уголовное дело уже возбуждено. В милиции рассказали, что при себе у фигурантов, а также в арендованной ими квартире и тайниках, найдено в общей сумме 200 граммов опасного мефедрона и столько же гашиша. Как минимум репутацию, как максимум биографию жительницы Могилева, вероятно, подпортит уголовная статья за кражу смартфона в одном из местных магазинов. По информации милиции, похищенный гаджет стоимостью 1600 рублей принадлежит 21-летней работнице маркета. Пока девушка отошла для консультации клиента, телефон остался лежать на одной из стоек, а чуть позже оказался в руках некой покупательницы. Как выяснили оперативники, 39-летняя женщина, прикрыв смартфон другим товаром, быстро его забрала и положила себе в сумочку. Судя по кадрам записи видеонаблюдения, не исключено, для этого даже использовала ребенка, который что-то принес ей в руках. Интересно в этой истории то, что украденный гаджет, который, к слову, уже вернули владелице, фигурантка, выйдя из магазина, почему-то решил оставить на лавочке в ближайшем сквере. Но кража все равно состоялась, и за это придется ответить по закону. Причиной пожара в подъезде одной из многоэтажек Бобруйска случился, который накануне могла стать акриловая ванна. Об этом рассказали в МЧС. По информации ведомства, элемент ванной комнаты находился между девятым и техническим этажами, когда почему-то внезапно загорелся. Прибывшие спасатели эвакуировали из квартир некоторых жильцов 14-летнюю девочку, которая была дома одна, с отравлением дымом, ее госпитализировали. Из другой квартиры вывели женщину с 11-летним сыном. Они не пострадали. Это был проект «Зона Икс». Не пропустите наш вечерний эфир на «Беларусь-1». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова